И начинался? И когда он начнется? Ну, мы считаем, что в ближайшее время, 5-10 дней начнется. Он начнется, в следующей неделе. А как они там копать будут? Они копать не будут, будет прополка на десантажной, птицке, все. Раскопки будут произведены только для монтажа колодцев. И вот по стоимости я смотрю, что это ремонт самый дорогой. Начальная цена стоит на всех водопроводах. Тут было 10 миллионов, которые были больше 9 миллионов. Это упали на 45%. Я еще хотел бы изнастить внимание по водопроводам. Там единственная пешеходная зона на сегодняшний день. Жители поселка-бор, поселка-строители, которые где люди, скажем так, не просто гуляют, они еще и ходят на работу. Поэтому, вот у меня просьба огромная. Обратите на это внимание и подготовьте сейчас. В рамках вот сейчас уже водоустройства. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но тортула, соответственно, он должен быть вычищен. Почему? Потому что дожди идут, грязь, слякоть. Я не знаю, там, где твердое покрытие нарушено, значит, соответственно, нужно засыпать или щебнем. Ну, что-то таким, чтобы грязь не таскалась за обувью. Ну, и, соответственно, бетонное покрытие, которое там сделано, его нужно просто тщательно проместить хотя бы. Чтобы до какого-то надлежащего состояния это решение все равно было доведено. Ну, я думаю, что мы поводобьемся за такие подрядчики, чтобы правильно Николай Николаевич сказал, мы с июля месяца говорим ему о том, что вот эти работы пока нету дождя. Ты убери, ты убери, ты убери, ты убери, ты убери, мы все видим. А почему мы не знаем, что подрядчик попался нам? Какой попался, я бы не так говорю. Однозначно, я думаю, что сегодня, пятница, суббота, или четверг, пятница, суббота, мы приведем нормальное состояние пешеходное, то есть прометем, уберем и засыпем щебнем тот разрыв, который есть, где пересекали тротуар, то есть до 7-го числа вот эти работы будут выполнены. Ну, до 7-го-то нет, Александр. Я думаю, что будут выполнены. Работы по пешеходной зоне, чтобы вы вообще неспокойно. Николай Иванович, как только вы выполнены работу, не надо, мы как только. Не надо. У нас праздник впереди. У нас праздник впереди, а вы как только. Выходные, люди пойдут. У нас праздник впереди, а вы как только. Вместо того, чтобы вы взяли на себя обязательства, вы начинаете там, да вы не спешите, да вы не торопитесь, да вы подождите. Просто у нас позиция странная такая. Мы вам указываем на ваши замечания. Это ваше замечание. Это не наше. Самое замечание. Ну. А реакция у вас странная какая-то на эти замечания. Хорошо, ладно, мы разберемся. У нас есть гарантийные обязательства, которые будут исполнены в течение 3-х лет. Ну и все нормально. Поговорили, называется. Продолжение следует...